Телеурок Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на уроке математики. Тема урока «Умножение вида 23 умноженное на 4 и 4 умноженное на 23». Сегодня на уроке познакомитесь с приемом умножения двузначных чисел на однозначное. Закрепите знания табличного умножения и деления. Закрепите умение решать задачи. Девиз урока «Трудности все одолеем, все у нас получится. Если что-то не умеем, скоро мы научимся». Телеурок На уроке нам понадобятся знания правил, с которыми вы познакомились на прошлом уроке. Давайте повторим эти правила. Чтобы умножить сумму на число, можно слагаемые сложить и результат сложения умножить на число за скобками. И второе правило. Но это не просто правило, а закон. Распределительный закон умножения относительно сложения. Чтобы умножить сумму на число, можно первое слагаемое умножить на число и второе слагаемое умножить на число, а результаты сложить. Правило вспомнили. Молодцы. Посмотрите на картинку. На картинке изображены желтые и красные груши. Как вы думаете, какую задачу можно составить по этой картинке? Посоветуйтесь с друзьями или родными. Составьте задачу, запишите ее в тетрадь и решите двумя способами. Проверьте. Для решения задачи вы выбрали такие же способы. Первый способ. В одном ряду сложили желтые и красные груши и умножили на количество рядов. То есть к 5 прибавили 3 и умножили на 2 ряда. Получили 16 груш. Второй способ. Так как в двух рядах по 5 желтых груш, 5 умножили на 2. И в двух рядах по 3 красных груши, 3 умножили на 2. Результаты сложили и получили в двух рядах 16 груш. Не забыли записать ответ в задаче? Ответ 16 груш. Молодцы! Послушайте простые задачи. Подумайте, каким действием будете решать каждую задачу. Запишите только ответ. Первая задача. По дорожке бежали 6 кошек. Сколько всего у них ножек? Что вам надо вспомнить о кошках? Правильно, что у одной кошки 4 ножки. Каким действием решили задачу? Верно. Умножением. 4 умножить на 6. 24 ножки бежали по дорожке. Вторая задача. В одном стручке 6 горошин. Сколько горошин в трех таких стручках? Каким действием будете решать эту задачу и почему? Правильно, умножением. Так как в одном стручке 6 горошин, а таких стручков 3, значит 6 умножить на 3, получаем в трех стручках 18 горошин. Третья задача. Из-за куста торчат 18 ушей. Там спрятались зайчата. Сколько зайчиков за кустиком? А каким действием будете решать эту задачу? Чтобы правильно выбрать действие, надо вспомнить. Сколько у одного зайца ушей? У одного зайца два уха. Значит 18 делим на 2. За кустами спрятались 9 зайчиков. Следующее задание. Разложи на разрядные слагаемые числа. 63, 18, 35, 42. Проверь. 60 это 60 плюс 3. 18 это 10 плюс 8. 35 это 30 плюс 5. 42 это 40 плюс 2. Так у вас получилось. Молодцы. Посмотрите на выражение и скажите, какими способами можно воспользоваться для решения этих выражений. Повторим эти способы. Первый способ это умножение суммы на число. Выполняем действие в скобках, находим результат и умножаем результат на число. Второй способ это способ распределительного свойства умножения. Каждое слагаемое умножаем на число за скобкой. Результаты складываем. Давайте теперь решим выражение. Подумайте, какой из способов подойдет каждому выражению. Проверим. А теперь давайте повторим табличное и вне табличное умножение. Проверьте. Пример 23 умноженный на 4 вызвал у вас затруднение? Давайте разберемся, как решаются такие примеры. Как можно вычислить произведение 23 умноженное на 4 с помощью сложения? 23 нужно повторить слагаемым 4 раза. Получим 92. А как же выполнить умножение, не используя сложение? Посмотрите на записи и объясните. Что сделали сначала? Число 23 представили в виде суммы разрядных слагаемых 20 и 3. Теперь надо умножить эту сумму на 4. Объясните, как это сделали по записи. 20 умножили на 4, получили 80. И 3 умножили на 4, получили 12. Результаты сложили. Получили 92. Значит, 23 умножить на 4 равно 92. Зная переместительное свойство умножения, можем с уверенностью сказать, что 4 умножить на 23 тоже будет 92. Запомните алгоритм вычисления. Первое. Заменяем первый множитель суммой разрядных слагаемых. Второе. Умножаем каждое слагаемое на второй множитель. Третье. Складываем полученные произведения. Решите примеры по алгоритму 24 умножить на 6, 37 умножить на 5, 14 умножить на 7. Проверьте. 24 раскладываем на разрядные слагаемые 20 плюс 4. Каждая слагаемая умножаем на число за скобкой. 20 умножить на 6 и 4 умножить на 6. Результаты умножений складываем. Получаем 144. Также самостоятельно комментируя, решите пример 37 умножить на 5. Проверьте свои рассуждения. Если вы верно рассуждали, результат равен 185. И последний пример. 14 умножить на 7. Рассуждайте по алгоритму. Результаты сложите. И получите 98. Следующее задание. Найди пару каждому выражению и вычисли их значения. 15 умножить на 4. 15 разложим на разрядные слагаемые 10 и 5. Сумму умножим на 4. 23 умножим на 4. 23 разложим на разрядные слагаемые 20 и 3. И сумму умножим на 4. 34 умножить на 2. 34 разложим на разрядные слагаемые 10 и 4. Сумму умножим на 6. 27 умножить на 3. 27 разложим на разрядные слагаемые 20 и 7. Сумму умножим на 3. 31 умножить на 3. 31 разложим на разрядные слагаемые 30 и 1. Сумму умножим на 3. Вычислите значение выражений самостоятельно. Проверьте. Я думаю, у вас все получилось правильно. Решим задачу. За день на почте приняли несколько посылок с книгами. По 8 килограмм каждая. И столько же посылок с фруктами. По 6 килограмм каждая. Масса всех посылок с книгами – 32 килограмма. Найдите массу посылок с фруктами. Эта задача простая или сложная? Подумайте, что вам известно и что надо найти. Запишите условия задачи в таблицу. Проверьте. У вас получилась такая же таблица? Что можно узнать первым действием? Из первой строки таблицы можем узнать, какое количество посылок с книгами приняли на почте. 32 разделить на 8 равно 4 посылки с книгами приняли. Так как по условию задачи количество посылок с книгами и с фруктами одинаковое, вторым действием найдем массу всех посылок с фруктами. 6 умножить на 4 равно 24 килограмма весят посылки с фруктами. Запишите ответ. 24 килограмма весят посылки с фруктами. Самостоятельно решите обратную задачу. Найдите массу посылок с фруктами, если известно, что масса посылок с книгами весит 40 килограмм. Реши задачу, сделав рисунок. Объясните своему другу, что известно в задаче, что надо найти. Подумайте, это простая задача или составная? Телеурок Наш урок подошел к концу. Продолжите предложение. Сегодня на уроке я научился. Было интересно, было трудно. Мои ощущения. Этот урок дал мне для жизни. Больше всего понравились задания. Оцените свои знания по лесенке успеха. А я прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова